Объект номер SCP-455. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Объект SCP-455 не следует перемещать и содержать в замкнутом пространстве. Хранилище должно быть сооружено на месте его пребывания. Эксперименты и тестирование объекта SCP-455 не дозволяются. Пребывание персонала в непосредственной близости от объекта, длящейся больше 5 минут, не дозволяется. Строжайше запрещен любой физический контакт с объектом. Всякий сотрудник, проигнорировавший эти указания, будет немедленно помещен в карантин. Любые галлюцинации, испытанные вблизи SCP-455, должны быть записаны и запротоколированы. Испытавшие их лица будут переведены на другой объект. Попытка несанкционированного проникновения на объект будет пресечена любым доступным способом. Описание. SCP-455 – большое грузовое судно. В данный момент стоящее на мели у южного побережья Республики Чили. Большая часть корпуса погружена в воду и сильно повреждена. Ржавчина покрывает до 90% видимой поверхности. Внутренняя часть объекта, вероятно, значительно превосходит по размерам видимый снаружи корпус корабля и не затоплена, несмотря на серьезные повреждения корпуса. Изнутри объект представляет собой беспорядочный набор лестниц, комнат, залов и коридоров. Оперативники SCP, проводившие первоначальный осмотр объекта, сообщили о комнатах, целиком состоящих из человеческих зубов, двигателя с сухожилиями вместо приводных ремней, зале простирающимся на 182 метра 88 сантиметров 600 футов за пределы видимого снаружи корпуса объекта, в спортзале под открытым небом, окруженном эластичными стенами, на первый взгляд неотличимыми от остальных, а также о множестве звуковых и зрительных галлюцинаций. Команда была потеряна после того, как сообщила о намерении войти в навигационную рубку. Посланная на их спасение команда была потеряна после сообщения о криках в тюрьме. После того, как несколько исследовательских команд были потеряны, предложил использовать роботов для исследования внутренней части объекта. Протокол экспериментов 455 содержит подробную информацию о попытке исследования SCP-455 и сведения, которые удалось получить, несмотря на провал операции в целом. Протокол исследования 455-3 – запись последней крупной экспедиции, предпринятой МОГ-Зета-9. Протоколы исследований SCP-455. Первый контакт. Первые доклады об исчезновении спасательных групп в SCP-455 привели к его классификации и внесению в нашу базу данных. Исследовательская группа из пяти человек была отправлена внутрь, чтобы попытаться найти гражданских исследователей. В эту группу входило два полевых аналитика и три охранника. Из-за изначально присвоенного севшему на мель грузовому судну низкого уровня угрозы, постоянный радиоканал с этой командой не поддерживался. В приказы команды входил сеанс связи с управляющей базой каждые 24 часа. Через три дня группа не вышла на связь. Вторая группа была выслана после двух дней молчания первой, чтобы расследовать причины пропажи. Эта команда состояла из десяти обычных полевых агентов со стандартной экипировкой для борьбы с агрессивными гуманоидами. Обыск местности вокруг SCP-455 обнаружил лагерь первой исследовательской группы, в состоянии, которое предполагало скорое возвращение. Еда, в оставленной включенной на несколько дней рисоварке, сильно подгорела. Ноутбуки ученых были также оставлены работающими. Они были подключены к портативному электрогенератору. Анализ данных на ноутбуках показал минимальную активность ведения записи в лагере SCP-455 до обрыва связи. Последние звуковые записи содержат человеческие голоса, исходящие из глубины SCP-455, и сообщения об отправлении команды на обследование судна в поисках возможных пропавших выживших и спасательной команды. После обнаружения доклада о состоянии лагеря группы 1, группе 2 было приказано поддерживать постоянный радиоконтакт. Ниже частично приводится расшифровка радиопереговоров во время обследования группой 2 SCP-455 в поисках группы 1. Группа 2. База. Это Т2Л. Пожалуйста, ответьте. База. Т2Л. Это база. Слышим вас четко и ясно. Группа 2. Вас понял. База. Мы на палубе корабля. Солнце еще высоко. Мы можем видеть содержимое трюма. Но не очень хорошо. Фонари также не особо помогают. Мы не будем спускаться внутрь напрямую и собираемся использовать лестницы жилых палуб и добраться до трюма оттуда, чтобы не разделяться. База. Вы согласны прием? База. Принято. Т2Л. С этого момента действуйте, как сочтете нужным. Мы уже два дня как потеряли связь с группой 1. Еще несколько минут им не повредят. Продвигайтесь быстро, но осторожно. Не относящиеся к делу переговоры удалены. Группа 2. База. Это Т2Л. У нас здесь аномалия. Прием. База Т2Л. Это база. Доложите обстановку. Группа 2. Мы на третьей палубе судна, сэр, но у нас ушло полчаса, чтобы спуститься так глубоко. Что-то не так с расстоянием между этими этажами. Мы тратим по 10 минут на каждый переход между ними. База. Вас понял Т2Л. Мы советуем отправить одного человека назад на поверхность, чтобы потом он вернулся. Доложите. Прием. Не относящиеся к делу переговоры удалены. Т2Л на связи. База. Мы отправили наверх человека, как вы посоветовали. И он вернулся через 4 минуты. Отправили его обратно бегом. Ушло всего 2 минуты. Мы все потратили 30, чтобы спуститься сюда. И мы все отметили, что наш боец вернулся быстро. Здесь определенно что-то не так. База. Продвигайтесь, как было запланировано. Т2Л. Отклонение во времени зафиксировано. Но мы не видим нужды сворачивать из-за этого миссию. Будьте осторожны, когда они происходят. И немедленно пробуйте связаться с нами, если подозреваете, что оно случилось. Чтобы мы могли подтвердить время с момента последнего контакта. Если радиосвязь пропадает, будьте предельно внимательны. База. Т2Л. Ответьте. База. Т2Л. База. Не относящиеся к делу переговоры удалены. Группа 2. База Т2Л. Пожалуйста, ответьте. База. Это Т2Л. Пожалуйста, ответьте. Группа 2. База. Это Т2Л. Пожалуйста, ответьте. База Т2Л. Это вы, мать вашу? База Т2Л. Где вы, мать вашу, пропадали? Группа 2. М. Мы просто говорили, сэр. База. Как долго? Группа 2. Сэр. 3. 30 секунд. Может быть, 50. Парни? Да. Они могли связаться с вами 16 часов. Может, чуть больше или меньше. Прием. Группа 2. Сэр. Такого не может быть. Вы просто... База. Послушайте, я не знаю, что за херня там происходит, но я хочу, чтобы вы сделали вот что. Спуститесь в самый низ гребаной лестницы. Найдите трюм. Доложите, как только будете там. И выбирайтесь оттуда нахрен. Я ясно выражаюсь. Группа 2. Сэр. Да, сэр. Конец связи. Не относящиеся к делу переговоры удалены. Группа 2. Сэр. Мы приблизительно в самом низу корабля. Пока спускались, насчитали 5 этажей. Стандарт для грузового судна такого размера. Сейчас мы приближаемся к трюму и... База Т2Л. Это база. И что? Группа 2. Что-то странное с дверью, сэр. База. Детали Т2Л. Что именно? Группа 2. Но она словно не тронута временем, сэр. Остальной корабль похож на кусок дерьма. Но эта дверь выглядит так, как будто только что с завода. База. Принято Т2Л. Проходите внутрь с максимальной осторожностью. Оружие. Группа 2. Да, сэр. Начинает открывать двери. Слышно, как открывается запорный механизм. Сейчас мы смотрим, что в трюме, сэр, и движемся вперед. База. Теперь соблюдайте тишину Т2Л. Сосредоточьтесь на обыске трюма и возвращении на поверхность. Группа 2. Слышен грохот захлопнувшиеся двери. И звук пришедшего в движение запорного механизма. Группа 2. Это вы закрыли? Группа 2. Нет, сэр, оно само закрылось. Группа 2. Что за черт? База, похоже, мы заперта. Но мы видим над собой солнечный свет. Так что, возможно, у нас получится выбраться по веревкам. Если дверь, что это? База, похоже, здесь внизу, кроме нас, есть еще люди. Около 15 человек. Сбились в кучу в углу. Они выглядят потрепанными. Мы приближаемся. Группа 2. Эй, это Дон. Дон, мужик, проснись. Проснись. Ох, ох. База, ответьте. База, ответьте. Ответьте. База Т2Л. Это база. Что это? Группа 2. Мы нашли спасательную команду и первую команду. Они здесь и... Я не знаю, живые они или нет, но они... База Т2Л, они что? Т2Л, отвечайте. Группа 2. Стоп, а куда делся Рамзес? Он был прямо... Дэниел? Винсент? Что за х***? База, ответьте. Мы только что потеряли трех, нет, четырех человек. База Т2Л, конкретнее. Что вы имеете ввиду по словам потеряли? Я не слышал стрельбы. Группа 2. Они просто исчезли, сэр. Они стояли позади нас и немного сбоку. Они просто испарились. Спенсер? Кто-нибудь посвятите на Спенсера. Куда он делся, сукин сын? База Т2Л, что там происходит? Группа 2. База, похоже, мы потеряли четырех человек. Они только что были позади нас и теперь они пропали. Группа 2. Неизвестный звук, похоже, на скрежет металла. База Т2Л. Т2Л, отвечайте, отвечайте. Какого хрена он опять исчез? Группа 2. База, ответьте. База Т2Л. Мы здесь, пожалуйста, ответьте. Группа 2. Ох, дерьмо. Дерьмо, черт. Они ответили, парни. База ответила. База, это Бейкер. И со мной Дженсен и Томас из группы 1, посланный. База, мы знаем, кто с вами. Бейкер, мы только что говорили с Т2Л 10 секунд назад. Где? Группа 2. База, мы ничего не слышали от вас две недели. У нас кончилось продовольствие, хотя мы нашли немного еды в одной из кают экипажа. Т2Л погиб почти сразу, как мы вошли в трюм. Он, он пошел осмотреть людей в трюме, и как только он приблизился к ним, тот люк позади, он резко закрылся с громким шумом. Мы все повернулись к нему, потом обратно к Т2Л, и он исчез. И все эти люди в углу просто исчезли, как остальные. Мы обыскали корабль сверху донизу. Сверху донизу. Но так и не нашли его. База, возвращайтесь за припасами на поверхность. Бейкер. В этом корабле должно быть только 5 этажей, Макс. Группа 2. Мы, мы даже не помышляли сделать это. На корабле не меньше 30 этажей. База, не меньше. Но мы нашли каюты, экипажи с едой, и мы... База, Бейкер. Наша первая группа докладывала, что этот корабль был на миле как минимум 30 лет. Может быть больше. Как вам удалось найти съедобную еду? Бейкер. Группа 2. 30 лет. База, Бейкер. Слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы все, кто остался, немедленно поднялись на поверхность. Мы отправляем спасательную команду к... Группа 2. Группа 2. База, Бейкер. Группа 2. База, Бейкер. Отвечай, что там происходит? Дополнительная группа, состоящая из тяжеловооруженных оперативников, отправилась на SCP-455 и обследовала грузовой трюм с верхней палубы, используя фонари большой мощности и осветительные патроны. В трюме не было обнаружено никакой жизни, ровно как и подтверждение того, что там вообще бывало что-то живое. В докладах был отмечен слой пыли и ржавчины приблизительно дюймовой толщины, поднимающиеся после бросков в трюм осветительных патронов облачком. Для тщательного расследования судьбы всех пропавших групп на SCP-455 была высажена группа 3. Дополнительная группа была отозвана. Группа 3. Группа состояла из 5 человек и включала дополнительного техника, который должен был постоянно находиться снаружи SCP-455, чтобы обеспечивать связь с остальной командой. Люди в этой команде имели больше опыта в исследовании опасных и необычных мест. В тайне от группы 3 группа 4 под ходовым названием «Вытяжной трос», также состоящий из 5 человек, находилась в точке приблизительно в 10 милях от объекта. Их целью являлась экстренная эвакуация группы 3 в случае необходимости, и они проследовали к местонахождению SCP-455 сразу, как только группа 3 проникла внутрь, чтобы уменьшить время на отклик. В экипировку группы 3 входило 2 разделенных видеозаписывающих устройства. Одно у лидера, Т-3Л, другое у видеооператора, Т-3В. Это посчитали необходимым в связи со встречными во время исследований группы 2 отклонениями во времени. Одному члену группы 3 было приказано проникнуть в SCP-455 напрямую через грузовой отсек, используя страховочный трос и лебедку. База Т-3Л. Это база. Мы на связи. Принимаем картинку. Прием. Т-3Л. Принята база. Это Т-3Л. Мы готовимся проникнуть в корабль по лестницам. Эванс на позиции в грузовом трюбе. База вас поняли. Пройдите через оба входа и направляйтесь прямо в грузовой трюм, чтобы встретиться с Эвоном. Т-3В. Заснял его спуск. Все прожектора как на палубе, так и в трюме включены. Первый отряд спустился вниз SCP-455 по лестнице, в то время как второй проник напрямую в грузовой трюм, где исчезла группа 2 в течение 3 минут спуска в SCP-455. Картинка первого отряда пропала. Второй отряд не встретил никаких препятствий и ожидал в грузовом трюме под наблюдением Т-3В, который заснял, как на протяжении 5 минут Эванс ходит кругами, пританцовывает и машет в камеру. База посчитала нужным отправить Т-3В осмотреть лестницу, но было решено, что следует уделить максимум внимания Эвансу, который все еще был внутри SCP-455, но не столкнулся ни с какой аномальной активностью. Сомнения в том, стоит ли продолжать экспедицию, усиливались, но в тот момент снова стал поступать видеосигнал от Т-3В. База, Т-3В, немедленно ответьте, прием. Мы потеряли связь с вами. Что произошло? Т-3В. База, ответьте. База, ради бога, вы там? О боже. Это Т-3В. Мы потеряли двух человек. Нам, оставшимся, как-то удалось уцелеть. Это место, оно... База, Т-3В, сколько времени прошло в вашем отряде? Т-3В, время 10 часов, сэр. Мы спустились сюда 10 часов назад. В безопасном месте? Т-3В, да, мы в безопасности в этой комнате, похоже на продуктовый склад. База, не трогайте там ничего. Т-3В, слушайте меня внимательно. Миссия длилась всего 5 минут. Эванс в трюме. Наверное, уже нижний брейк исполняет. Теперь слушайте, я хочу, чтобы вы детально описали все, что произошло, и не покидали эту комнату. Не ешьте ничего в этой комнате. Передохните, возьмите на прицел вход. Поговорите со мной. Т-3В объяснил, что они спускались на 20 этажей вниз, в то время как дайверы установили, что внутри вряд ли может быть больше 6 этажей. В это время Т-3В получил инструкции поднять Эванса из грузовой зоны и достать его на поверхность. Т-3Л, окей, окей, расслабиться, расслабиться, окей, база, окей. Мы спустились вниз, как обычно. Все оказалось нормальным. Пока мы не заметили, что спустились намного глубже, чем нужно, чтобы попасть в трюм. Мы отправили Эрика наверх, чтобы он проверил наш маршрут, и он смог подняться всего на 2 этажа. Как насчитал я, мы спустились не меньше, чем на 15. Там не было люка назад, на поверхность. Ступеньки просто упирались в потолок и кончались. Мы могли слышать каждое произносимое им там слово. Эрик сказал, что люк на эту палубу был открыт, а внутри кто-то стоял, прислонившись к стенке. Они были в пределах слышимости, но никак не отреагировали на наши разговоры. Продолжайте, Т-3Л. Так вот, Эрик, Эрик лезет в люк, чтобы разузнать, что там за человек. Он не двигался, не показывал враждебности. По его словам, в нашу сторону он даже не смотрел, словно нас там вообще не было. Внезапно мы услышали стрельбу. Вся команда ломанулась по лестнице наверх, пробежала два пролета, и точно, как он сказал, ступеньки уперлись в потолок, и дверь на этаж была открыта. В этом коридоре никого не было, ни души, ни Эрика, ни другого человека, ни гильзы, ничего. Вон у стены, база стены, Т-3Л, они были не такими, расплывчатыми, как будто смотришь на них сквозь ряпят костра. Они расплывались и переливались, но это неправильно. Я закрыл люк, я не знаю, почему я не вошел и не посмотрел за Эриком, но я просто, я почувствовал, что не могу. Я его сразу записал в покойники, я не пошел туда, и не отправил за ним никого из своих людей. База, вас поняли, Т-3Л, продолжай, Т-3Л. В общем, те, кто остались, вернулись обратно вниз по лестнице, не смогли подняться наверх, не пошли в тот коридор. Все оставшиеся этажи были закрыты, мы пошли вниз. Прошли, может быть, еще 10 пролетов, потом ступеньки стали меняться. Они были из цельного металла, вроде алюминия. На ступеньках появились дыры, а металл кое-где был проржавевшим, старым, как и остальной корабль. Наверху до этого все выглядело довольно чистым, и до меня не сразу дошло, что новые части выглядят намного более странно, чем старые. Т-3Л. Мы нашли здесь продуктовый склад. Все вроде бы в хорошем состоянии, но мы ни к чему не прикасались. Я читал записи группы 2. Я отправил человека в зал, чтобы он посмотрел, как мы можем действовать на этом этаже. Похоже, в дальнем конце коридора есть несколько лестниц, но большая часть комнат на этом этаже продуктовые склады. Вообще непонятно, почему здесь так много этих комнат. Я имею в виду, на этом этаже их больше 20, и они достаточно большие для того, чтобы 10 человек могли свободно в них поместиться и двигаться. Некоторые из них закрыты, возможно, к лучшему. База о лестнице. Т-3Л. Мы еще не спускались по ним вниз. Хотели посмотреть, удастся ли нам связаться с кем-нибудь снаружи. База вниз. Они ведут вниз. Какого хрена там происходит? Окей, чтоб тебе ежа против шерсти родить. Послушайте, я не хочу рисковать никем из вас. Но нам нужно, чтобы вы нашли выход оттуда. Если вы не можете подняться наверх, а можете только спускаться, отправляйте только одного человека. Т-3В и Эванс на поверхности в полном порядке. Мы пустим вокруг корабля группу дайверов. Посмотрим, может им удастся определить ваше местоположение с помощью тепловизоров. Т-3Л. Вас понял, сэр. После этой передачи контакт с Т-3Л был потерян на 12 часов. Дайверы вокруг SCP-455 не смогли эффективно просканировать обломки корабля тепловизором, поскольку температура корабля оказалась намного выше температуры окружающей его воды. На рассвете Т-3В и Эванса было приказано вернуться на SCP-455 через грузовой трюм и снова его осмотреть. После включения освещения в грузовом трюме были найдены все пропавшие члены группы 3. Все они были в состоянии кататонии. Отсутствовал только входивший в состав группы Эрик, который согласно записям группы 3 пропал без вести. Все остальные бойцы оставались в этом состоянии, пока не были вывезены с корабля и не пробыли снаружи него примерно час. Все помнят, как спускались по трапам, что отражено в последней записи, но не помнят, как оказались в трюме. Исследование группы 3 было прекращено. На данный момент использование исследовательских роботов выглядит наиболее жизнеспособной идеей. Протокол исследования 455-3. Примечание Центрального архива. В данном документе полностью приведен протокол исследования SCP-455-3, за исключением следующих пунктов. Подраздел 4. Согласно приказу 188.13-D. Опущены имена. Подраздел 5-8. Согласно приказу 188.17-E. Опущена дата. В 10-м правке на усмотрение администраторов О5. Согласно приказу 137-А. Запросы на получение и удаление данных следует подавать в Центральный архив во время ежеквартальных контрольных слушаний. Возможно, внеочередное предоставление данных с письменного разрешения трех сотрудников уровня О5. Состав исследовательской группы. Три оперативника МОГ-ЗТ-9. Господа А.Р. и МИС.С. Два агента. Господин Д. и С.Р.К. И один сотрудник класса Д. Д-11. Группе выдан стандартный набор для ведения исследований в подводных условиях и агрессивных средах. Также тяжелые разведывательные костюмы Марк 5 класс на Утилус. Выданный оперативник МОГ. Также выдано два разведывательных плавучих модуля. Жаргонное название Рапаны. Операция начинается в 8.00. Рапан 1 ломается во время перевозки группы с платформы наблюдения на СП-455. И буксируется обратно. Рапан 2 работает штатно. Остается поблизости возле высадки группы на борт СП-455. Д. Иди что, как эта ржавая бадья еще не утонула? А. Она не на плаву. Она на мель села. Просто эта часть торчит из воды. Д. А здесь ходить-то можно? Не обвалиться? С. Расслабься, здоровяк. Ты уже полминуты на палубе провел. Рекорд прошлой группы уже побил. 10 секунд. Тишина в эфире. Группа направляется к каютам рядом с центральной частью СП-455. Рапан 2 следует за ними вдоль борта. Д. 11. Нет, нет, нет. Ни за что. Расстреляйте меня прямо тут вниз. Я не пойду. К. Это не просьба. Либо сам пойдешь, либо привяжем к Рапану и отбуксируй. Выбирай. Д. 11. Заработал, называется условно-досрочная. А. Так, мальчики, девочки, всем надеть маски. Р. Заплатка еще держится, дай гляну. Хорошо. Д. Надень баллоны на Д. 11. Группа спускается по главному трапу к каютной секции. Большая часть нижнего уровня затоплена. Рапан 2 заплывает в большую пробоину ниже ватерлинии и присоединяется к группе. А. Пока ничего странного. Небольшой зал, коридор уходит направо и налево. Рапан 2 работает нормально, всем привет. С. Давайте налево. Пойдем налево, останемся в пределах корабля. Правый коридор уходит за пределы измерения. К. Пойдем направо. У нас есть установка на исследование экстрамерных сегментов. С. Нет. Налево. Пойдем направо и коня потеряем, и себя, и мозги последние. К. Это не обсуждается. С. Слышь? Я. Д. 1. Что за нах тут? А. Хватит. С. Это не по... К. А я сказал. Д. А мне об ногу стук. Р. Люди. Внезапные помехи в эфире. Неразборчивые голоса искрежут металл о металл. Длительность 8 секунд. А. Господи. С. Мы что, пошатнулись? Д. А есть сведения о движении 455? А. Ни одного. База нас видно. Было движение со стороны 455? База отрицает какое-либо движение самого 455 или вокруг него. К. А куда расходник делся? Несколько секунд молчания в эфире. С. Я же за ним постоянно следил. Он прислонился к этой стене. Что за... А. Где? А. Серьезно, что ли? Р. Давай кирку и выковыривай это из стены. Р. Металлом такое не сделать. Зуб словно ржавчиной выдавило. С. Кажется, что он тут очень давно. Три секунды молчания в эфире. К. Д11 пропал. Считается погибшим или пропавшим без возможности спасения. Направляемся к правому коридору вперед. Группа движется по коридору. За ними плывет Рапан-2. Судя по видеозаписи, коридор слегка склонен направо. И затоплен на 80%. Вся группа обеспечена аквалангами и гидрокостюмами. Оборудование функционирует нормально. А. Блин, есть контакт. К. Дай-ка я. А. Докладываю. В конце коридора вода резко обрывается. Судя по всему, некая сила не дает воде проникнуть в следующий зал. Разделение очень резкое. При этом можно пересекать область разделений без вреда для здоровья. Как будто невидимое поле. С. Боже, комната такая яркая и синяя. Очень яркая, словно свежий цвет. Р. Здесь тупик. Похоже, придется пойти налево, но... Д. Коридор пропал. А. Ах, хрен ты. Видеозапись обрывается на 2 секунды. После восстановления связи на камере RAPAN-2 виден затопленный трюм SP-455. Группы нигде не видно. RAPAN-2 не управляем в течение 22 секунд. После этого он разгоняется до гораздо большей скорости, чем способен развивать его двигатель и врезается в ржавый борт. Еще 4 секунды после столкновения RAPAN-2 передает видео. На последних 2 секундах видна растительность, аналогов которой среди земной нет. Поведение этой растительности крайне враждебное. База не может установить контакт с следовательской группой. К. Коридор пропал. Похоже, что теперь дверь ведет на лестничную клетку с несколькими лестницами вниз. Потолок лестничной клетки вровень с дверью. Несколько швов на крыше разошлись. Из них течет вода. Д. Я не вижу дно. То есть вообще, она на километры вниз уходит. К. Также падают хлопья ржавчины. РAPAN тоже пропал. А. Ладно, пойдем вниз и будем искать ответвление или путь наверх. Если за полчаса ничего не найдем, R и S следует ломать стену по очереди. Пока на что-нибудь не наткнемся. R. Так точно и точнее не бывает. Могу прямо сейчас начать, если надо. А. Так, все вниз. Под ноги смотреть. Если поддается под ногой, ступеньку пропускаем. Страховочный трос цеплять каждые несколько секунд скрежет и металл, и металл. Два басовых гудка. Связь прервана на 4 секунды. А. Вниз, 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 вниз. Д. Оно же закрывается. Оно S. Пастырь мой. Я ни в чем. А. Рвите полу, мать вашу. R. Все назад. 18 секунд тишины в эфире. К. В глаз ему врубилось прямо в Г. А. Подними его. Пусть вот туда отойдет. S. Датная Мария. Господь с 4 басовых гудка и виск. Похоже, что звук издает множество источников. В том числе выделены крики животных и звуки механизмов. А. Ацет недель. Не могу их найти. Коридор слишком кривой. Не могу тащить. 8 секунд тишины в эфире. К. По лестнице вверх я однажды шагал. И вдруг кого не было там повстречал. На завтра опять не пришлось нам встречаться. Когда ж перестанет он мне не являться? D. Сменялся несколько секунд. Боже мой, пусть оно перестанет плакать. Радиосвязь прервана на 20 минут. В 18.03 миссия объявлена провальной. В течение следующих двух недель были кратковременные выходы в эфир. Их содержание приведено ниже. А. Моя нога испаряется. Р. На помощь, на помощь. На помощь, на пом. Р. Мелодично напевает себе под нос. С. Тупость какая. Это всего лишь иллюзия рыбы. О боже, прошь. Д смеется. К. 20 секунд беспрерывного вопля. К. Ура, я толь. А. Домой. Хочу домой. Не хочу больше чувствовать в себе эту ржавчину. Хо. С. Негромко еле слышно плачет. Д. Го выстрелил. Я в него выстрелил. Я в... А. Может, ускоришься? Наверх уже несколько дней не пробовал выйти. С. Я съем это. Не потому что... Д-11. Так холодно. После этого группа на связь не выходила. Продолжается прослушивание эфира. Имеется одиночное свидетельство мисс С, которое махала рукой с палубы. Свидетельство взято из отчета охранника на посту. Подтвердить авиапровергность его пока невозможно.